Салют, чуваки, с вами Кит. Возвращаемся к Арфагену. Снова началась, кстати говоря, война с Южной Империей, ну, потому что я где-то, не знаю, полгода где-то игровых скакал просто по всей карте, пытаясь финансово выжить. То есть, убивая всяких мародёров, купил себе также мастерскую, чтобы бабла была побольше. По факту это, конечно же, нифига не помогло. То есть, даже когда я поддерживал материалами свои мастерские, вообще абсолютно насратьных материалов хватало, не знаю, на три игровых дня. И всё, мастерская такая, ой, извините, конечно, но что-то работать я больше не буду. Ну и по итогу доход у одной упал до нуля, а второй до 30-ти, что ли. Притом, что каждая из них стоила тысяч по 20, а продать их сейчас можно, не знаю, по 7 тысяч. В общем, полное говнище. То есть, нужно мне было более серьёзно разобраться в ситуации с мастерскими. То есть, ну, разобраться, как получать с них доход, имею в виду. Потом уже их ставить. Ну, ладно, что сделано, то сделано. После этой серии засяду за всякую информацию с форумов до англоязычного ютуба. И, думаю, найду. Найду хороший способ, как заставить это дерьмо наконец-таки работать. Иначе, ну, это всё будет просто просиранием бабла. Что в моей текущей ситуации очень-очень плохо. До какого чёрта, бедная лошадка? Бежим, бежим. Враги обстреливают, обмётывают всякими копьями. Это очень плохо. Так, что там мои делают? Ничего хорошего, как я вижу. Так, солдаты только бегут. Серьёзно, я думал, там уже реальный движ Париж. Они только бегут. Хорошо устроились, ребятки. Хорошо, ничего не скажешь. Да твою мать, хватит крутиться. Да, смотрите на него, какой ловкий парень. И где моя кавалерия, тоже не особо понятно. Давайте-ка мы её поставим вот сюда, к нашим пацанам. Там же разберёмся. Ну, враги просто охренели, конечно, как мне кажется. Тоже непонятно, где свой, где чужой. Ну, ладно. Так. А где пешки? О, боже мой. Из-за того, что они стояли в стене щитов, они только подбираются вон из-за холма. Да. Ошибочка произошла с моей стороны. Ошибочка. Ладно. Значит, будем лишать этих парней лошадей, пока у меня стрелы ещё есть. Главное, попадать по этим лошадям, что тоже непросто. Хотя, казалось бы, только что попал, когда всё было поставлено один в один. А тут что-то как-то нифига. Ну, вот что это такое? О, в пяточку попал. О, по лошадке. И стрелы закончились. Потрясающе. Чётко. А вот вражеские кони луки, на которых я натравил свою кавалерию. И это как бы ни хрена не помогло. По сути, свои обидно. Ладно, пойду к своим пацанам. И с ними уже буду двигаться. Вариантов особо нету. Ну, и может, среди моих умирающих почему-то стрелков я найду что-нибудь для себя. Стрелы там или ещё что-то в этом роде, не знаю. В общем, как-то так. Иди отсюда. Кто бы ты ни был, враг или друг. Так, вижу, меня что-то насовывают. Вернее, слышу, что меня насовывают. Так, давайте посмотрим. Колчана со стрелами тут не завалялась. Было бы очень неплохо, на самом деле. Так, колчан со стрелами завалялся, на самом деле. Так, идём дальше. Бам-бам-бам. Ещё колчан со стрелами. Отлично. А враги в нас настреливают. Их меньше, но им как-то это нихрена вообще не мешает наваливать нам только в путь. Это обидно, на самом деле. Пехоту они нашу игнорируют полностью в плане настрела. Это прям вообще обидно. Если честно. Непонятно теперь, сколько у меня стрелок. Ладно, зато я вижу лошадь впереди, которой попозже можно будет потом воспользоваться. Так, по лошадке попал. Надо по стрелкам попадать. Вот собаки, а, по мне. Завалили. Навалили. Неважно. В общем, козлы. Самое главное здесь, что они козлы. Так, вот, хорошо. Нацелились на одного мудака. И попадать по нему, скорее всего, теперь не будем. Попали по соседу. Как это работает, пёс его знает. Но работает главное, да? Всё, стрелков сейчас выбьем и нивелируем, надеюсь, потери, которые они принесли мне по итогу. Из-за того, что я своих выставил на растерзание. Видимо, у них арбалетчики, поэтому они так хорошо наваливают с дальнего расстояния. Типа, мои даже ничего им сделать не могут. Других вариантов я вообще не вижу. Как этим мудакам, коих меньше даже, удается мне так поднасрать хорошенько. Не знаю, не знаю. Кажется, ты сдохнешь, братан. Тебе сколько стрел уже запустил? Хорош. Ещё и копья метательные пошли. Вперёд из песни. Ну, круто, чё. Это вы хорошо придумали. Конечно. Так, ну ладно. С нашими вроде всё нормально. Стрелки, ну, нихрена, естественно, не делают. Они ничего и не смогут сделать. Так, всё, кавалерия нет. Давайте-ка вы на вражескую кавалерию переметнётесь. В пехоту вам летать не имеет смысла. А вы в наступление потихонечку. Надеюсь, вы будете наступать всё-таки на пехоту. По крайней мере, надежда на это у меня есть. Ни на что больше. Так, хорошо. Продвижение вижу. Всё, я пока по лошадям постреляю, чтобы не мешались. Так, а стрелы, стрелы, всё. Ну, вот так я и думал, что наши пацаны решат забить болт и наступать на всех подряд, а не на пехоту. Так скажем, очень-очень ожидаемо это было. Ну, ладно. Пехота вперёд на пехоту. Всё, вот так вот сделаем. Так будет, как бы, резонней. И пойдём им навалим уже тут титьки, мнём вот этими построениями и прочим. А это только хуже делает, на самом деле. Отлично. На меня тут пошла целая толпа. Ну, не толпа, а двое. Это, в принципе, более чем достаточно, учитывая, что у меня нет щита. Чтобы мне сломать хребет. Да, неприятно, конечно, неприятно. Но, вроде как, моей пехоты хватило, чтобы навалять врагам и по итогу уделать их. Останется лишь вражеская кавалерия, которую, думаю, так или иначе мои здесь сломают. Со временем, конечно же. Потеряла 20 человек на этой абсолютно легчайшей битве. Потому что профессионал, кстати, они убили просто больше людей, чем я. Потому что защищались. Наши спокойно стояли под настрелом, опять же, из-за моей тупости. Кто спорит? Но, как факт, просто. Получился крайний идиотизм. Так, ладненько, врагов мы с вами побили. Давайте теперь попробуем, во-первых, отправимся в музею. И посмотрим, можно ли поболтать вот с этим парнем насчет переманивания. Думаю, в принципе, переманить-то его можно. Вопрос лишь в финансах. Нет, кстати говоря, он не хочет почему-то переманиваться. Хотя раньше можно было это делать. Без проблем после того, как ты пленника забабахал. Сейчас можно его лишь отпустить. Очень, не знаю, не знаю, как это вообще получилось на самом деле. Странная, странная фигня. Ну ладно, кстати, за мной тут бегал какой-то отряд какого-то клана. Видимо, там помер правитель этого отряда или что-то еще произошло. Поэтому этот чел, вернее, этот отряд сейчас такой одинокий. Но ничего. Зато у нас куча хорошего лута. Благодаря этому парню дампу теряли достаточно много людей. Зато, наконец-таки, финансово быстренько вернулись. Кстати, можно и этот отряд, на самом деле, отчехвостить? Или нельзя? Я просто по количеству людей пытаюсь понять по своему здоровью. По сути, можем просто подождать и потом ему насовать. Но опасно, если честно, опасно. Хотя можем тупо всех в бой пустить ради прикола. Охренительно, они уже здесь. Успели даже по моему персонажу попасть каким-то магическим образом. Ну, в общем, ладно, не буду париться опять с тактикой. Пущу всех бой. Видимо, мне или стрелой навалили, или все-таки чем-то из метательного. Вот этот вот парень в золотом меня прям напрягает. Хочется ему стрелу в жопу засунуть. Его тут защищают буквально. Правда, не самое логичное решение, если честно, защищать его. Сколько у тебя метательного, братан? Братан, совесть имей. Это ужас какой-то. Это все метает и метает в меня что-то постоянно, скотина такая. Да бейте вы его, в конце концов. Ладно, у врага остались стрелки, у него остались кавалеристы, да. Ну, ничего, это не значит, что мы не навалим по итогу. Главное действовать осторожненько. Да, у них реально арбалетчики, долбанные имперцы. Ой, вернее, римляне, извините. Хотя, какая разница. Там же была Римская империя, так что. Шоттова фигня, шоттова фигня. Главное, что они мне тут наваливают очень обильно, и мне это нифига не нравится. Кажется, я в лошадь попал они в чувака. Но зато, походу, победили. Максимум осталось там 1-2 кавалериста, но их... Думаю, найти не такая уж и большая проблема, учитывая, что все скачки происходят в одном месте. Да? Это римляне. А вот и он. Кажись, ты же римляне. Да, пес тебя знает, если честно. Но победы пока нету. Победы пока нету. Давайте-ка поскачем за ним, постреляем. Так, блин, не могу удостовериться, что это он именно. Да, все-таки он. Хорошо. Давай, римлянин. Иди-ка сюда. Хотя, на самом деле, судя по щиту, это скорее наш чувак. Так, но имею в виду, потому что щит у него как раз-таки карфагенский. Но, видимо, звербовали римляне наших пацанов. Ну, ничего. Ладно, осталось забить всяких бомжей. В принципе, считайте, что победа у нас с вами в кармане. Вопрос лишь в потерях. Опять же, их нельзя посмотреть, пока победа... Ну, вернее, битва не закончится. Победа тут еще, конечно... О, нифига, у них еще два стрелка, за которыми придется гоняться. Которые, скорее всего, быстрее меня. То есть, их лишь на подворотах подлавливать, да. Такое себе, если честно, скажу я вам. Опа, минус конь. Хорошо, с этим считайте, что разобрались. Но пехота поможет подсобить до конца уже. Твою, налево. Ну, почти ж попал. А, ну все. Ну все. Придется дальше копьем разбираться с нашим врагом. Осталось лишь его догнать и нашпиговать. А, ну или не надо. Или все получится само собой. Четыре человека потерялись здесь. Здесь это гораздо лучший результат. Да, здоровечка, правда, пострадала немножко мое. Но зато лут-то какой хороший. По крайней мере, мне так кажется. Так, хорошо. Сейчас мы все это опять же быстро продадем. Так, закон о перстве. Перстве. Не знаю, что это такое. С точки зрения, как это вообще повлияет на нас. Ну ладно. Так, стоямба. Почему-то у нас не остаток лошадей. Большая груза. А, видимо, мы опять хавчика набрали. Всякого, который был не нужен. Опа, стоямба. Че-то я немножко не в тот район зашел. Вот, немножко хавчика продадим. А то у нас прям, скажем, дофига. Так, закон. Давайте посмотрим. Может, сможем кому-то подсобить. Так, эффект от решений кланов четвертого уровня и выше удваивается. Количество влияния для преодоления решений, получивших поддержку большинства. Так, а, все, мое влияние же исчезло, когда я проголосовал за то, чтобы мы здесь начали войну с Южной Империей. Ну ничего, зато я бабосики себе вернул. Не придется больше мне бить всяких слабачков для того, чтобы держать финансовое состояние. Хотя, ну, сами видите, мастерские это просто сраное разочарование. Просто разочарование. То есть, если их постоянно не подпитывать серебряные мастерские условно серебром, то все это просто жопа. То есть, они выживать будут не в состоянии самостоятельно. То есть, возможно, стоит, конечно, поменять им производство на что-нибудь. То есть, ту же фигню в Галленде, по сути, можно поменять на что-то другое. Ой, в Якулане, получается, да? То есть, можно поставить ей что, бархатные ткани? Правда, производство бархата я рядом не видел. Все, что я видел, это у нас шкуры. То есть, кожевенная мастерская, но они много не приносят. А бархата поблизости, если честно, я вот в Аваландийских, как минимум, землях вообще не вижу. А как бы, чем ближе такая деревушка, тем быстрее, естественно, будут доставки. Хотя, справедливости ради, я даже не помню, как бархат обозначается вообще здесь на карте. Наверное, какой-нибудь розовый сверток или что-то в этом роде. ХЗ, на самом деле, надо еще поискать, посмотреть. Напал я все-таки на ту леди, которая стояла у нас с вами возле Мизея и решил, что надо бы ей носовать, а потом уже отправиться к реально серьезным движениям. То есть, замок возле Хусенфулка. Наши пацаны, вернее, наша союзная армия решила все-таки себе вернуть. Поэтому, ну, время поучаствовать в осаде. Да, мы слабоваты и, в принципе, к этому не готовы. Но, с другой стороны, если я растираю половину своей армии, мне придется меньше ей платить. То бишь, с финансовой жопой я так или иначе выберусь, даже если проиграю. Так что проблем в этом не вижу. Можно будет поучаствовать хоть в одной осаде, в конце от концов. Хотя, может, участвовали, а я просто уже успел подзабыть. Пес его знает, если честно. Ладно. Пешек отправляем пока в атаку. А я тут буду, ну, постараюсь, по крайней мере, сзади немножко поднасрать этим ребятам. Ну, или они могут кинуть в меня что-нибудь, не знаю, копье. Да, и прибить меня просто к чертям собачьим. Не знаю. Ладно, попробуем, в общем и целом. Так, настреливаем, настреливаем этим всяким римским засранцам. Пытаемся быть полезней. Но что-то пока, видимо, не получается. Или я что-то не понимаю, хз. Ну, что-то мне подсказывает, что вот этот чел как будто неуязвим. Я в него стрел тут насовал столько. Не факт, что все попали в цель, спору, нет. Но, блин, что-то он какой-то дико живучий. Не может быть его доспех настолько прям мощным. Ладно, а где все? Где тут оставшиеся кавалеристы имперские? Давайте быстро с ними закончим. И все, вот вижу какого-то пса. Но, блин, слишком, типа, раннее еще утро. Ни фига не видно. Солнце где-то за горами. И как-то плоховато видно вот это вот все. Так, давайте-ка, начнем стрелять серьезно на упреждение. В конце концов. Да стоять ты! Выстрелил на упреждение. Ага. Ага. Так. Ну, кстати, вон, начало попадать. Давай. Скотина, да что-то шты... Во. Стрела, не знаю, куда-то кренил ее, что ли, в бачок. Такого быть не должно было. Опа, вот и все, выбил. Выбил из седла эту девицу Арелиану. И мы победили, потеряв 8 тел. Осталось нас чуть больше 30. Как говорится, неприятно, но что поделать. Ладно, пойдем быстренько продадим. Даму и всех остальных вы получили 300 монет. То есть, да, все-таки окончательно теперь закрепился этот баг, когда нельзя продавать знатных особ в таверну, потому что из них вообще ничего не получаешь. Конечно, нужно ждать вот здесь оповещение. Мне просто про это писали под одной из серий, но я такой думал, да ладно, это же не каждый раз работа. Типа, это редкое какое-то дерьмо. Нифига не редкое. Это уже реально постоянная хрень, с которой явно стоит считаться. Ну, да ладно. Пойдем с вами вперед из песни, как раз вот к армии Таиса. Надеюсь, мы до нее добежим. Ну, сами понимаете, через вражеские земли придется топать. Это Апосян. Как ни крути. Но мы вроде... Опа-на. Мы вроде отрядик должны быть, по крайней мере, быстрым. Так, кстати, а может мы ее даже и не продали? Да нет, продали. В пленниках ее нет, а мне что-то... А, это раненый у меня один, а не пленник. Но все равно мы что-то слишком медленные. Во, 5,7. Это уже похоже на реальную нашу скорость. Неважно. Что-то мне кажется, мы сейчас просто с вами приведем кучу вражеских лордов к нашей армии. И что-то как-то будет из этого плохо. Так, внутри отряд какой-то на 67, который, безусловно, может сейчас мне втащить, если меня решит загробастать. В общем, опасно. Там еще какая-то ЖАТЭЯ, МАТЭЯ. В общем, нужно аккуратненько все дела обходить. По пути можно забежать и все-таки каких-то воинов себе набрать. Благо, деньги боль-моль сейчас позволяет. Ну, типа, чтобы больший процент лута забрать. Так, по осаде, что здесь? 140 против 300. Не фонтан соотношения. Так, участвовать можно. Вернее, даже нужно. Иначе они просто свалят с осады под самый конец. Они часто так делают, поэтому лучше им все-таки подсобить. Крыться, это немного, но это честная работа. Так, ладно, ребятки. Время для осады. Главное здесь не попрощаться с жизнью случайно. Ну, не то чтобы случайно, но вы поняли. В общем, нужно быть крайне осторожным. С другой стороны, здесь можно очень неплохо так понастреливать и бы прокачивать свой навык лука. Если, конечно, действовать осторожно. Ну, и еще бы знать, куда летят мои сраные стрелы, потому что я вижу, как они исчезают буквально в секунду. Это прям неприкольно, скажу я вам. Ну, ладно. Видимо, слишком быстрый у них полет или что-то в этом роде хз, если честно. Так, ладно, что там с нашими врагами? Так, аккуратненько. Вот, стрела пролетела мимо головы. Стрела пролетела даже не знаю куда. Опять выше головы пролетела. Стеночку еще куда-то. Только не туда, куда нужно. Еще одна стрела в тебя. В тебе еще одну. Ну да, вот в голову попало. Вон, вижу у него там аж кровь, короче говоря. А ему абсолютно насрать. Так, а лестницы здесь нету или башни нет? Лестницы есть. Наши третьи вот гениальные просто встали, как истинные молодцы. Поднимать лестницу? Да ну ее нафиг, чел. Давай сам как-нибудь. Ужас. Что творится? Как говорится. Просто ужас. Ладно. Ну, благо они додумались поднять лестницы. Враги додумались прийти сюда и защищать свои земли. Ну, в общем. Движняк какой-то намечается. Как ни крути. Хоть не особо полезно для меня, потому что меня здесь начали обстреливать. Враги вообще начали обкидываться камнями, что очень грубо, я считаю. Но, что поделаешь. Так, минус камень, чтоб не выделывался. Будем ждать следующего. Его подхода и снова ему навалим. Ну, давай подходи, мастер камней. Видимо, видимо все. Камушки-то закончились, брателла. Так, вижу там часть наших уже прорвалась. Но ненадолго, скорее всего. Но прорвалась. Да, и ненадолго совсем прям. Ладно, лесть с ними не имеет абсолютно никакого смысла. Это уже как бы факт. Так, повернись, пожалуйста. Нет? Ну ладно. Хочется вот в голову этому волку попасть. Ну, кстати, вроде попали. И на этом все. Стрелы фенита ля комедия. Осталось лишь надеяться, что мы где-нибудь здесь найдем с вами. Какой-нибудь халявный колчанчик здесь заваляется. Но пока вижу лишь одиночные какие-то стрелы, которые для меня бесполезны. А, это у меня в груди копье. Я живой и бегаю, как ни в себя. Не, ну реализм. Ёптеть. Так, а колчан твой где, братан? А, метатель камней. Ну, конечно же. Конечно же, мне настолько сильно повезло. Таран, вижу, уже взялся за дело. Видимо, они там что-то уже сломали. Ну, по крайней мере, надеюсь, что сломали хотя бы первую стену. Так, опа, вижу стрелы. Стрелы. Отлично. И бежим дальше. Может, еще найдем? Стрелы, стрелы. Где живы? Так, вижу колчан. Поднимаем. Отлично. Все. К стрельбе из лука вроде как готовы. Так, наши, кстати, прорвались. Потому что я не вижу столкновений у вторых ворот. Да, прорвались. Это хорошо. Значит, нужно идти сюда. Так, наши поднимаются. Враги вон они. Нет, конечно, помочь я им могу. Теоретически. Теоретически, потому что не уверен в своих... В своей меткости, короче говоря. Или это вообще, кстати, возможно, наши союзники перелезают. А я тут на них лезу, как враг народа. Так. Так, это, походу, враг. Стрелу тебе взад. Идем дальше. Тоже, видимо, враг. Ну и вот тоже, видимо, не союзник уж точно. Ну что ж, бежим с основной толпой. Надеемся, что меня здесь не скинут. Случайно, конечно же. А, ну, видимо, кстати, лишь те ворота и не прорвались. Типа до них быстрее всего добежать. И их сильнее всего удерживают враги. Мда уж. Опа, голова. Улетела. А, это союзник. Упси. Ну, голова, конечно, да, интересно. Можно ли ее взять и в футбольчик поиграть? Вот такие дела. Ладно, победи лишь самое главное. Я потерял 20 человек, серьезно? С 10% добычи это кидалово. Это прикольно было, но это кидалово. Ну ладно, может мне повезет, этот замок отдадут мне в конце концов. Потому что, ну, камон, типа у меня нет территории до сих пор. А я вроде как уже вассал, все дела. Типа, ну, заслужил в конце концов. А меня что-то как-то игнорируют. Это очень неприятно, скажу я вам. Ну что ж, сейчас и узнаем. В принципе, то есть в армию вступать, конечно, не будем. Потому что, ну, армия в 100 человек, на нее враг наткнется и все. И хана уже этой армии. Смысла в этом нету. Короче говоря, так. Хлам продаем. Пацанов продаем. И ожидаем голосования. Типа, у меня есть влияние немножко, но все же. Чтобы проголосовать за себя. Ну, кстати, это и не нужно. Они и так все голосуют за меня. Я могу лишь добавить. Но нет смысла. У Ганнибала, наконец-таки, появилось собственное владение. Вопрос в другом. Это владение выведет меня в плюс или в минус? Но, судя по всему, в плюс. То есть 200 приносит замок. А, нет, подожди-ка. Деревня же здесь должна быть. Давайте-ка посмотрим. Где еще одна деревня что-то? А, вот. Одна вот деревня приносит 200. Вторая тоже 200. Сам замок, видимо, нифига не приносит. То есть при прибыли в 400 с небольшим, он тратит у меня 170 на содержание 30 человек. Что? Серьезно. Что за бред? Ну, ладно. Не особо важно. Верность, конечно же, топовая. Просто топовая. Ладно, отправимся, короче, в замок. Как только, так сразу. То есть сейчас. Посмотрим, что мне досталось вообще за замок. Что он из себя представляет. Но я вижу, что было по благополучию. Это просто топовое дерьмо. Просто топовое из-за дерьмовой лояльности. Опять же, мы тут нифига не получаем. Почему-то часть названия у меня вообще англоязычная здесь. Как и часть законов, кстати говоря. Я тоже эту фигню заметил. Непонятно абсолютно почему. Ну, ладно. Ну, естественно, увеличить эту верность с законами мы не сможем. Потому что, потому что, потому. Вот так вот, короче говоря. Но, благо, мы хотя бы той же культуры, что и эта территория. Так что, авось, авось. Все-таки однажды у нас поднимется верность. И само поселение, то бишь этот замок, будет мне приносить свои, там, не знаю, 150 лишних монет. И я буду все-таки в плюсе. По крайней мере, надежда на это есть. О, кстати, вот еще какая-то фигня на верность. Поселение есть. А вот эту фигню можно, в принципе, убрать. И все. Ярмарку построим. Налоговый дом построим. Сады там, не знаю, чем-нибудь. Амбар. Еще чем-нибудь. В общем и целом, деньги, рано или поздно, это поселение будет мне приносить кое-какие. Но все же будет. Это хорошо. Хотя, сейчас все равно прибыль у меня минусовая. Но это, скорее всего, из-за топовых мастерских. Наверняка, да? Нет. Сотню приносят, между прочим. Сотню. Это мы еще успели. Это мы еще хорошо залетели. Блин. 80 человек. Серьезно, может кто-нибудь придет на защиту? Пожалуйста. У вас 500, ребята. Может, вы им все-таки дадите в бубен? Пожалуйста. Спасибо. Присоединиться или нет, даже не знаю. Не вижу в этом большого смысла. Но на автобой, думаю, можно. То есть, опять же, мои войска ни на что вообще не повлияют здесь. Но, тем не менее, может быть, что-нибудь с этого получат. 5% добычи. С такой небольшой армией, сомневаюсь, что это реально... О, кстати, нет, не так уж и плохо. Какой-то хлам все-таки получили. Плюс лошадок. Да, но заняться гарнизоном Шабальзумра все-таки будет необходимо чуть позже. Мы, кстати, будем еще получать дань, если сейчас заключим мировую. Опять же. Довольно неплохая война. Вот текущая выдалась по сравнению с предыдущей. То есть, мы здесь с вами новую дань теперь будем получать. Ну, небольшие, конечно, копейки будет получать наш клан, но тем не менее. Плюс ко всему, мы еще получили с вами территорию, что, конечно же, хорошо. Территория нам с вами поможет. Та, три тысячи. А я думал, всего триста десять. Не, ну, три тысячи даней это вообще, слушайте, по-божески на самом-то деле. То есть, теоретически, наш клан может получать пару сотен сейчас ежедневно. Так, это выплата дань. А где получение дань от Южной Империи? Вот, сто пятьдесят. Получаем ежедневно дополнительно, благодаря этим ребятам. Замок начал что-то приносить. Деревня вообще начала приносить. Восемьсот какого-то черта ламеса. Это я не знаю, что там с ней вообще произошло. Типа, я не вижу каких-то конских цифр процветания, но неожиданно. Этот замок стал приносить мне хорошие деньги. Я буду ежедневно выходить в плюс. Что, соответственно, позволит взять еще себе все-таки караван, как я и хотел. То есть, посмотрим, как они сейчас действуют. Вряд ли над караваном нужно танцевать так же, как над мастерскими. То есть, потенциально это все-таки будут какие-то, не знаю, пару сотен хотя бы ежедневно. Что хорошо. Ну и как-то так. То есть, пока сидим мы в мирное время, купим бабусики и увеличиваем ежедневную прибыль. Чтоб потом уже ходить с какими-то действительно большими боевыми отрядами. Тем более, что скоро у нас с вами уже третий левел клана. Это весьма и весьма хорошо. Ладно, что ж, дамы и господа, у меня там все. С вами был Кит и всем пока.